Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoCommons. Наконец-то вышло долгожданное видео от нашего любимого Боба Лукаса. Самого, пожалуй, главного навигатора в мире. Крипто... в море крипторынка, давайте так. Самого главного нашего капитана. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Да, точно, капитан! Если вы вдруг еще не знаете, кто такой Боб Лукас, обязательно смотрите это видео. Оно начнется буквально через 40 секунд. Но сначала я просто не могу вам, ребята, не напомнить, что... Видите, я сам даже еду, смотрите, на это... Напомнить, что... WSOT на нашей любимой бирже Bybit. Друзья, все! Началось крупнейшее состязание в мире по трейдингу криптовалют. Будет продолжаться до конца этого месяца. Без малого 19 дней, как вы видите, или 2,5 недели. Ранняя регистрация уже закончена, но вы все еще можете успеть вступить к нам в команду. Обязательно это сделайте, переходя по ссылке из записания или по QR-коду, который вы видите на экране. Наша команда называется SellBuy через значки доллара и биткоина. Поэтому не пытайтесь ее найти по поиску слова CryptoCommons, просто переходите по ссылке и нажимайте, друзья. Но мы уже практически пробили 100 участников, поэтому торопитесь успеть быть в первой сотне. Поэтому не тупите, переходите по ссылке. Если вы еще не перевелись на UTA-аккаунт, вот самое время. Крышесноснейшие призы в размере 10 миллионов долларов. Призовой фонд, ребята, будет разделен между лучшими командами участников. Так что не тупите, переходите по ссылке, вступайте. Торгуем, как обычно. Зарабатываем. И получаем плюшки. Так что, ребята, обязательно добавляйтесь в нашу команду, если вы еще этого не сделали. А я, собственно, мчу, мчу уже скорее тоже к вам туда торговать. Вот, поэтому вот смотрите, какая у меня красивая зеленая дорога, солнечное настроение. И всем тоже того же и побольше. И переходим к просмотру видео. Погнали. Привет всем служителям 4-летнего путешествия. Это Боб Лукас. И я нахожусь в студии Station 3 в Нью-Йорке. Сегодня 10 октября 2024 года. И это новый выпуск нашей программы 4-летнее путешествие. Прежде всего, я надеюсь, что у вас все хорошо. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз записывал видео. Почти 4 месяца. Наверное, это самый большой перерыв между передачами. Много чего случилось. Много чего не случилось за этот период. Я просто не видел необходимости выпускать новое видео с тех пор, как вышло последнее. Поскольку рынок в основном двигался вбок и консолидировался. Так что в плане изменений по биткоину за этот период, на самом деле, ничего особенного не происходило. Поэтому вышла такая длительная задержка. Но сегодня есть о чем поговорить. И главная тема, которую я хочу затронуть, это вопрос отсутствия бычки. То есть, у нас сейчас бычий рынок или все-таки нет? Будет ли новый исторический максимум? Я чувствую, что рынок постепенно, в него проникает некоторый страх. ETF у нас был уже довольно давно, а также был халвинг. Пришел и ушел. И то, о чем мы говорили и на что рассчитывали, пока вроде как не случилось. И вот мы в октябре 2024 года. Фондовый рынок, кажется, каждую неделю достигает исторических максимумов. Даже золото достигает исторических максимумов. А биткоин что-то все чахнет. И альткоины вообще как будто умирают медленной смертью. Единственное, что перформит, это спекулятивные мемкоины. Поэтому копится как бы некоторый страх и негативное настроение. Но я вообще думаю, что это нормально. У нас было довольно существенное движение в первой части, то есть в первой половине текущего четырехлетнего цикла. И мы все еще близки к историческим максимумам предыдущего цикла. Поэтому сегодня я хочу поговорить о том, есть ли бычий рынок или нет. А затем, наверное, еще поговорим о том, что восьмимесячная консолидация на самом деле довольно бычья. И что тайминг в четырехлетнем цикле, вообще говоря, правильный. Настроение людей вообще можно понять. Настроения ресетнулись. Фундаментальные факторы, такие как макроэкономика, я думаю, тоже в порядке. Вопрос, который возникает у многих, заключается, не слишком ли все это очевидно. Я думаю, что вовсе нет. Далее я собираюсь поговорить о том, что все это происходит прямо сейчас, прямо здесь. Это самый бычий период в этом четырехлетнем цикле, и он наступает прямо сейчас. Итак, на этом давайте перейдем к видео. Я, по сути, буду просто болтать по ходу этого видео и высказывать разные случайные мысли о том, где мы находимся в этом цикле, как мы должны к этому подходить и что нам стоит про все это в целом думать. Как всегда, давайте начнем с месячного графика биткоина, на котором мы сейчас находимся с момента минимумов последнего цикла 22 ноября, 23 месяца спустя. Так что немного не дотянули до 24-месячной или двухлетней годовщины этого цикла, что является как раз средней точкой цикла. Если мерить от минимума одного цикла до минимума следующего цикла, что должно произойти примерно в период с ноября по декабрь 26-го года. Так что прямо сейчас, здесь 23 месяца после начала цикла, на этот рынок закралось немного страха после очень бычьего, очень бурного периода с момента утечки инфы про одобрение и ETF в сентябре-октябре 23-го года и вплоть до пика максимума в марте 24-го года. Я думаю, что самый большой страх, который вероятно есть у всех, это что биткоин уже достиг последнего исторического максимума 7 месяцев назад в марте. И в течение 7 месяцев мы формировали более низкие максимумы и в какой-то степени структуру из низких минимумов здесь, поскольку рынок с течением времени консолидируется конкретно к двухлетней годовщине. Это, я полагаю, и создает некоторый страх, потому что, как обычно, многие вошли на рынок слишком поздно, ожидая укрепления и оказались залоченными, когда рынок пошел дальше. Есть одно, двух, трех, четырех, пяти, семимесячное движение, не дающее многим людям возможности купить, поскольку они хотели купить на падении, которое по факту так и не произошло. Поэтому я думаю, как обычно, люди входят поздно, берут среднюю цену намного выше, а затем они, скорее всего, скатились в олдкоины в этот более поздний период, а они сейчас упали на 50-60-70%. И получается, что мы еще не очухались, а уже почти два года в цикле, который все еще в трех иксах выше минимумов. И некоторые, а может и многие, чувствуют, что они на самом деле не извлекли никакой выгоды из этого цикла, а может даже и потеряли деньги в этот период. Когда видишь, как перформят альткоины и так далее, или используешь плечо в неподходящее время и так далее. Но это, на мой взгляд, вполне нормально с точки зрения структуры цикла. У нас была очень-очень сильная начальная фаза этого цикла, на самом деле даже намного сильнее, чем когда-либо в другом любом цикле в этот период, вплоть до пика в марте. Мы не видели типичного 30-процентного спада ни в один из моментов. Максимальные падения были в основном краткосрочными, к тому же всего где-то на 20% от пика до впадины перед достижением нового максимума. Это оттолкнуло многих людей, людям было трудно войти, в общем, они оказались в офсайде. Но по сути этот рынок был супер-бычьим и супер-мощным вплоть до максимумов 24 марта. И если посмотреть только с точки зрения цены и графика, то единственная интерпретация заключается в том, что нам просто пришлось консолидироваться и полностью ресетнуть наши ожидания, чтобы подготовиться к следующей фазе этого 4-летнего цикла. Но находясь здесь 23 месяца всего в 20% или около того от исторических максимумов и от максимума последнего 4-летнего цикла в 2021 году, мне кажется, что это все лишь подготовка к следующей фазе 4-летнего цикла и ничто более. Также еще одно интересное замечание, я говорил об этом в предыдущих видео, мы находимся, как я уже сказал, в 23 месяцах от последнего минимума цикла. Но что интересно, от минимума цикла в декабре 2018 года до первой точки, где он достиг нового максимума. Потребовалось 23 месяца, чтобы достичь максимума предыдущего 4-летнего цикла, превзойти его, прежде чем, соответственно, пойти дальше, брать новые высоты и новые исторические максимумы. И до этого тоже потребовалось 23 месяца, чтобы дойти до этой точки в цикле. Я думаю, да, где-то 23 месяца. Фактически потребовалось около 25 месяцев, чтобы просто пробить максимумы, установленные в предыдущем 4-летнем цикле. И то же самое относится к циклу до этого, на который ушло, кажется, около 22 месяцев, если я не ошибаюсь, чтобы достичь исторических максимумов. В этом цикле это произошло всего за 16 месяцев, то есть намного раньше. И я думаю, что частично, большей частью это, вероятно, связано с новостями про ETF-ы, которые действительно стали сюрпризом для рынка в целом, когда мы о них узнали, из-за которых байеры вошли в цикл раньше обычного и тем самым запустили, запушили биткоин на максимум, сократив ценовой цикл до всего лишь 16 месяцев. Хотя, в свою очередь, я считаю, что это создало динамику, когда нам теперь приходится вращать много монет, много китов, много сторожилов, разблокируют или даже застряли в лонгах с предыдущего цикла, которые вошли поздно вот здесь, имели возможность выйти и вращать свои активы, в то время как институциональные игроки, игроки с более крупными счетами в этот период скорее накапливали эти монеты. В конечном итоге все это лишь вопрос времени, и этот период, который мы наблюдаем, этот процесс, в котором мы в конечном итоге пересматриваем все эти бычьи настроения, которые привели нас от минимумов последнего четырехлетнего цикла к максимумам, к новым историческим максимумам, позволяют полностью отделить одну фазу цикла от другой. Это своего рода спад в середине цикла, можно так это назвать. Опять же, цикл на этом временном интервале измеряется в течение четырех лет. Середина цикла, как правило, или является точкой половины цикла, и мы обычно видим некоторую неустойчивость, и именно это мы и видим. Короче, вы можете считать это типа как двухлетний цикл, который сейчас... Если взять вот эту свечу... Что-то повисает немного. В общем, если мы смотрим на это, начиная с середины цикла, тогда это становится 24-месячным циклом или двухлетним циклом. Все циклы переплетены, я считаю... Я сейчас не говорю про весь этот таймфрейм, но по сути у нас тут цикл внутри цикла, и я считаю, что мы приближаемся к концу этой первой половины цикла, готовясь к следующей фазе цикла. Итак, прежде чем я перейду к прогнозу, к тому, куда биткоин может двигаться в будущем с этого момента, я, как обычно, хотел бы подчеркнуть, где этот анализ может быть неверным и какая, возможно, этому альтернатива. Всегда есть вероятность, что биткоин уже достиг вершины, что биткоин уже показал нам максимум в текущем цикле. Я много раз говорил о возможности длительного цикла с горизонтальным смещением на протяжении многих лет, и такая вероятность все еще существует, хотя я считаю, что она довольно низкая. Но всегда есть вероятность, что биткоин провел первые 16 месяцев двигаясь вверх, чтобы пробить предыдущие максимумы, и теперь будет в фазе спада в течение оставшейся части этого цикла вплоть до 26-го года. Я знаю, что большинство из вас скажет, что за бред, это просто смешно, но и я на самом деле не думаю, что это именно то, что у нас сейчас происходит, но такая возможность все равно существует. Этого нельзя отрицать. Акции находятся на исторических минимумах, золото находится на рекордно высоком уровне, было одобрение ETF биткоина, и все же за 6-7 месяцев он все еще не смог пробиться или продолжить эту тенденцию. Если, например, фондовый рынок движется в сторону рецессии, медвежьего рынка, это также может оказать свое влияние. Поэтому это не то, что я пытаюсь пустить какую-то дизу тут, я просто указываю на тот факт, что в таких делах всегда есть альтернативные сценарии, всегда есть худший вариант, и не признавать этого, я думаю, просто глупо. И опять же, почему цель передач этой серии на самом деле заключалась в том, чтобы мы могли раньше войти в 4-летний цикл, чтобы мы, по крайней мере, если, например, случится такая ситуация, мы все равно имели возможность выйти из него в будущем, получив профит и не потеряв много капитала. Это и есть настоящая цель этих видео. Так что, войдя на этот раз снова на уровне около 17 тысяч, мы защищены от худшего варианта. Например, может быть падение, последний рывок по типу рассеивания, может быть опять 2х вершина, может быть небольшой максимум, неважно как пойдет, затем снова такого рода процесс, ну, сами знаете. И снова это может быть во многих разных вариантах, но именно так, дальше вниз до следующего 4-летнего максимума, прежде чем снова начать набирать и пробивать исторические максимумы. Я знаю, что это идет против экспоненциального распределения и против сток-то-флоу и прочих там моделей, поэтому я и не говорю, что это какой-то отдаленно предпочтительный вариант того, куда может пойти биткоин, но это то, что определенно имеет ненулевую вероятность. И как в таком случае действовать, непонятно. Но это факт. Будет сложно, и тогда, возможно, придется пройти через что-то вроде вот такого. Если пойдет как-нибудь так, где мы, скажем, еще раз протестируем нижний диапазон 50 тысяч долларов, а затем сделаем большой рывок на выше 70, может быть от 70 до 75, то, по крайней мере, мы, вероятно, смогли бы провести линию от этого уровня 50 тысяч, который был бы точкой, от которой мы бы пошли вверх и сделали максимум, а затем рынок, скажем, в первом квартале 25-го года или во втором квартале 25-го года вернулся бы к более низкому уровню. Если он пробьет эту консолидацию и вернется на уровень выше 70 тысяч, а то и больше, если он вернется выше этого уровня, а затем откатится назад и затем пробьет, скажем, уровень 50 тысяч, даже ниже этого, точнее выше этого. Но так действительно пойдет. Это будет большим таким красным флагом на будущее. И я бы, наверное, при таком сценарии тогда захотел избавиться от неликвидов или защитить часть своих активов. Поэтому я хотел потратить минуты 3 на освещение этого. Но на самом деле то, что я хочу осветить, это более бычий, более позитивный сценарий, который, по сути, основан на том, как вел себя биткоин с момента своего создания цикла, которым он следовал, траектория, которой он следовал, когда уменьшаешь масштаб. По сути, это было одно движение от минимумов к циклическим колебаниям здесь, к пику. Пики, очевидно, являются периодами в цикле, когда спекуляция, мания доходит до крайности, и мы достигаем вершины, а затем проходим через годичный период медвежьего рынка. И мы это последовательно проходили уже 3 раза до этого. И до сих пор в этом 4-летнем цикле я не вижу никаких изменений ни в траектории, ни в профиле или структуре. Ничего, что говорило бы мне, что этот цикл как-то отличается от предыдущих циклов. Поэтому я думаю, что с точки зрения вероятности, следуя модели, которую биткоин демонстрировал, все это время, а также принимая во внимание, что у нас все еще есть массовый приток людей в биткоин, в основном институциональных игроков, никаких новых розничных игроков не появилось. Я думаю, что это все тот же криптонарод, который и раньше был на этом рынке. Но кто покупает эти шарты? Немецкое правительство шартило, FTX рухнул, были и другие крупные продавцы, например, правительство США, крупные продавцы на рынке, я говорю о миллиардах долларов. И тем не менее, эти монеты покупаются, и цена упала на 20% от максимумов, или около того, на 25% и держатся там. Ну, ETF-ы все еще там. Его будут продвигать через каналы независимых консультантов. И поэтому время есть. Макро, фундаментальные факторы тоже имеют место быть. Конечно, у нас еще несколько месяцев назад был халвинг, но что еще важнее, я думаю, что больше всего меня радует, так это тот факт, что на третий год каждого из этих четырехгодичных циклов происходит магия. На этот раз первый год, правда, всех удивил, но это просто заложение основы для будущего. На второй год, как мы видели в прошлом, кажется, как будто происходит остановка, потому что происходит консолидация роста, второй год — это консолидация, а третий год — это год магии и чудес. И прямо сейчас, начиная со следующего месяца, у нас начинается год мании. Он уже на подходе. Поэтому, когда я смотрю на эту 8-месячную консолидацию, сидящую на 10-месячной скользящей средней, растущей 10-месячной скользящей средней со всеми факторами, которые я упомянул, мой единственный вывод — это, что существует очень высокая вероятность того, что в течение следующих 90 дней, кстати, почему я говорю 90 дней, а не прямо сейчас, но именно в течение следующих 90 дней я считаю, что мы пробьем консолидацию и полетим вверх. И как только это случится, я думаю, что биткоин назад уже не откатится. Я думаю, что мы входим в период максимумов этого цикла, когда будет всего одна или две красные месячные свечи, но в основном только зеленые свечи. Теперь с точки зрения цели, все меня спрашивают, какая у тебя цель, какая у тебя цель. У меня нет цели, я не знаю. И я не думаю, что кто-то знает. Так ведь я не хочу говорить о суперцикле, я не хочу говорить об убывающей доходности. Все возможно, все варианты. Массовая-массовая мания, риски взлет, подключение институциональных игроков и так далее. Биткоин может вырасти до сумасшедших цифр. Ну там 5, 6, 7 иксов даже от этого уровня. С другой стороны, есть еще убывающая доходность, верно? Конечно, каждый последующий цикл не делает такой же большой максимум, как предыдущий. По мере роста рыночной капитализации это становится намного сложнее. Так что выход на сотню тысяч, где-то между 120 и 180, также кажется вполне реалистичным. Опять же, суть в том, что мы фокусируемся на времени и настроениях. Поэтому мы ищем движение вверх в диапазоне, где предыдущие циклы достигли пика, который на самом деле был очень последовательным около 35-го месяца с момента последнего минимума. 35-й месяц от минимума ноября 2022 года дает нам октябрь 2025 года. То есть у нас, по сути, есть еще 12 месяцев до ожидаемого или прогнозируемого пика. Опять же, это не истина в последней инстанции. Это может случиться на 3, 4, 5 месяцев раньше. Мы можем получить 5-6 месяцев сплошного подъема, и на этом все может закончиться. Короче, возможно, куча разных вариантов. Вот в чем моя точка зрения. Но в основном я хочу сказать, что в какой-то момент, возможно, к лету или к концу 2025 года, вполне вероятно, что биткоин начнет с этой базы и оставит ее там, где были пики исторических максимумов последнего цикла, и начнет подъем на волне мании. И после пробития максимума я не думаю, что он откатится назад. Я думаю, что продавцы просто кончатся, и настроения быстро станут бычьими. Институциональные деньги подтянутся тоже очень быстро, как только биткоин снова сделает исторический максимум. Это подходит от СМИ, и тогда мы получим, я думаю, большой прирост в рознице. Не только традиционную криптовалютную розницу, которую мы видели в предыдущих циклах, но и может и бумеров, например, пенсионные счета, а также больших клиентов Чарльз Шваба. Я думаю, что мы увидим большую ротацию в биткоин, но только после того, как он снова прыгнет на исторический максимум и выше. Вот что, по-моему, нас ждет довольно скоро. Опять же, я не вижу причин, почему это должно быть по-другому, хотя я изложил и возможный медвежий сценарий. Если бы мне пришлось угадывать, я бы назвал цифры 85-90, но это не имеет особого значения. Главное, это то, что я готов к такому развитию событий. Модель развития биткоина определенно указывает на это. Нет никакой плановой цены, есть общее ожидание большого расширения в шестизначный диапазон в течение периода в 2025 году, когда биткоин понесется ввысь, не оглядываясь назад. И как мы видели здесь, с сентября по март он может брать большую высоту за очень короткий период времени. Во время такой же фазы мы увидели движение на 200% здесь в декабре 2020 года. Конечно, тут было и 500%, опять же, может это фактор убывающей доходности, все возможно. И как вы знаете, пройдет всего 5-6 месяцев сплошных зеленых свечей, прежде чем биткоин снова довольно быстро поднимется до середины диапазона 150-200 тысяч. Я совершенно уверен, что это то, что ждет нас с вами в ближайшие месяцы. Если говорить о следующих двух месяцах, про ближайшее время, то тут все становится немного туманным. Сейчас все еще действует множество факторов, поэтому я обычно не разбираю недельный график в этих видео, но давайте попытаемся проанализировать, что мы видим здесь на недельном таймфрейме. Синие свечи — это недельные циклы. Между ними проходит месяцев 6, как правило. Последний большой недельный цикл произошел еще в июле, и с тех пор мы фактически превысили его и сформировали то, что называется неудавшимся циклом. Прямо сейчас мы показываем максимум четвертой недели из 26-недельного среднего цикла. На самом деле они происходят раньше, но мысль такая, что эти красные свечи — это еще более короткие циклы на 60-дневном таймфрейме, и они формировали более низкие максимумы на всем протяжении. Так что мы видим определенно нисходящую структуру, и минимумы каждого цикла в основном формировались ниже. Прямо сейчас, как вы можете видеть, структура сохраняется, она не изменилась, так что в промежуточном временном интервале между этими 26-недельными циклами мы видим более низкие максимумы и более низкие минимумы. Но это было бы немного необычным поведением для биткоина, я уже говорил об этом некоторое время назад на своем личном канале, немного необычно для биткоина пробить и достичь исторического максимума, учитывая, что последний недельный цикл произошел в июле и уже сформировался в неблагоприятном состоянии. Теперь у нас есть пара интересных пунктов в календаре, и я ни в коем случае не собираюсь сделать здесь никаких политических заявлений, но похоже, что Трамп и республиканская партия действительно продвигали, продвигали, а они, очевидно, продвигали криптовалюту и биткоин, поэтому многие возлагают теперь свои надежды на Трампа. Лично я не поклонник этой точки зрения, мне не нравится, что мое правительство и вообще любое правительство лезут в эти дела, я думаю, что в будущем обязательно будут положительные сдвиги в регулировании криптовалюты, но, насколько я вижу, прямо сейчас для этого совсем не время. Но, несмотря на это, рынок, безусловно, очень-очень благоприятно отреагирует на победу республиканской партии исключительно из-за позиции их по криптовалюте, но эти выборы состоятся только 4 ноября. По совпадению, следующий шестидневный циклический минимум также должен случиться примерно в ту же неделю. И если вы посмотрите на значение цикла на недельном таймфрейме, то увидите, что последний большой недельный циклический минимум составляет около 18 недель. Поэтому я думаю, по крайней мере, на данный момент, что рынок в начале ноября будет либо просто двигаться вбок, а вот с этого момента, возможно, сформирует недельный циклический минимум. Таким образом, это станет 18-недельным циклическим минимумом и восходящей фазой 4-летнего цикла. Этот подъем вверх не может произойти, или теоретически, исходя из теории циклов, не должен произойти, пока не произойдет недельный циклический минимум, потому что эти циклы взаимосвязаны. Так что я лично думаю, что у нас может быть еще около 3-4 недель подобного бокового движения. Сейчас он выглядит так, как будто он, возможно, вернется к некоторой поддержке ниже уровня в середине 50 тысяч долларов. Но я думаю, очень удивлюсь, если график дойдет до 70 тысяч, до выборов у нас здесь в США. В конечном счете, хотя, опять же, не хочется все это политизировать, я не думаю, что это имеет какое-либо значение, я не думаю, что имеет значение, кто победит на выборах. Биткоин существовал, когда правительства были довольно враждебны, особенно в США, к нему настроены. И тем не менее, биткоин продолжает достигать исторических максимумов в каждом цикле. И, как вы можете видеть, из 4-летних циклических траекторий, ему, в принципе, все равно на эти дела. Тут, конечно, можно вспомнить, что биткоин — это антиправительственное движение, поэтому можно привести аргумент, что быть быком и верить в победу республиканской партии — это как бы не связанные между собой вещи, что биткоин по-прежнему подвергается нападкам, но при этом укрепляется и является антиправительственным видом валюты, а не валютой, которую правительство пускает в циркуляцию и использует в качестве своих резервов. Почему нужно, чтобы правительство накапливало биткоины, мне лично непонятно. В любом случае, я не хочу слишком много об этом говорить, потому что я знаю, что многие из вас наверняка устроят срач в комментариях, потому что трудно удержаться от политических комментариев. Так что, короче, если что, это был не политический комментарий. На самом деле, речь просто о том, как рынок может отреагировать на предстоящие события. Так что проигрыш республиканской партии может даже привести к более резкому падению, например, временному, прежде чем произойдет что-нибудь такое. Я на самом деле хочу сказать, что я не думаю, что мы увидим какую-то ясность и сильный рост биткоина до ноябрьских выборов. Как только это закончится, у меня есть скрытое подозрение, что этот рынок отреагирует положительно. В любом случае, возможно, с большей волатильностью на одну или две недели, в зависимости от того, кто победит на этих выборах. Так что имейте это в виду. Мои взгляды, которыми я поделился в этом видео о предстоящем 4-летнем цикле, в основном сводятся к тому, что этот период консолидации скоро подходит к концу, что эта консолидация из 8-9 месяцев, в которой мы находимся, на самом деле очень оптимистично. Она действует наподобие ресета, и это своего рода основа, которая вам нужна для запуска следующей фазы и фазы биткоин-мании в рамках 4-летнего цикла. Поэтому это видео я хотел сделать относительно коротким, не хочется усложнять анализ, а анализ-то на самом деле и не изменился в течение этого 4-летнего цикла. Он развивается так же, как и другие 4-летние циклы. Я хочу напомнить вам о том, насколько важна роль психологии в ходлинге. Я знаю, что вы все время испытываете искушение, особенно когда видите, как другие публикуют свои профиты. Это происходит от цикла к циклу. В предыдущих циклах, например, в 2017 году у нас было такое явление, как первичное размещение монет, и люди публиковали, как они сделали бесконечное количество иксов на каком-нибудь одном из бесконечных шиткоинов. Все это было, потом были NFT, потом новые монеты, мем-монеты и так далее. В этой сфере всегда есть что-то, на чем люди спекулируют. У нас ходлеров, задача здесь не тратить наш капитал, распыляя его на что-то похожее на биткоин, который на самом деле показывает гораздо более верный путь к максимуму. Короче, не гоняться за этими краткосрочными спекулятивными доходами. Я знаю, что некоторые люди зарабатывают на этом много денег, но факт в том, что большинство людей в конечном итоге просто становится ликвидностью. Отличной ликвидностью для этих криптодигенов, которые... их просто бреют, как я полагаю. Так что не будьте такими, не будьте для них этой ликвидностью. Биткоин хорошо вознаграждает... Да, я знаю, это не то, что даст вам 100 иксов, как могут некоторые альткоины и мемкоины и так далее, только если вам, конечно, повезет. Но с точки зрения инвестиций, биткоин — это по-прежнему огромный доход по любым показателям. И не забывайте одну вещь. Ни один из этих мемкоинов не будет продолжать расти. Ни один из этих альткоинов не будет успешным, если биткоин не будет успешным. Это почти стопроцентная истина в крипте. Ничто не будет успешным, если биткоин не будет успешным. Но это не работает в обратную сторону. Если биткоин будет успешным, это не гарантирует, что остальные монеты будут успешными. Так что биткоин — это более надежный путь к хорошим, значительным потенциалам доходности, в чем вы убедитесь в наших следующих видео. Если случится пробитие, конечно, мы будем смотреть и больше думать о настроениях по мере приближения к более высоким уровням. Но до этого еще далеко. Нам все еще нужно, конечно, пробить эту консолидацию, достичь новых максимумов, а затем мы сможем начать размышлять о том, где этот рынок может достичь вершины. Нам до этого не хватает как минимум пары видео. Так что нужно сохранять инвестиции и позицию, закрепиться, быть гиперфокусированным на этом следующей фазе четырехлетнего цикла. Если вы хотели добавить, если думали добавить, то, конечно, нужно сохранять разумный размер позиции. Но, как я, насколько помню, говорил в прошлом видео, этот диапазон, безусловно, хорошее место для добавления, учитывая, какой потенциал лежит впереди в этом четырехлетнем цикле. Так что желаю вам всего самого наилучшего. Я выпущу следующее видео, вероятно, до конца года, в декабре. Надеюсь, в тот момент оно будет о пробитии этого диапазона. Было бы неплохо. И мы поговорим о том, как будет выглядеть этот цикл или как может выглядеть это пробитие. А до тех пор будьте здоровы. Желаю вам удачного периода. Большое спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok